На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Возвращение титула. Завершился чемпионат Беларуси по гонболу среди женских команд. В заключительном поединке Гомель принимал столичный БНТУ БелАЗ. Матч не имел турнирного значения, но от этого его принципиальность не становилась меньшей. Гомель ждал в гости своего принципиального соперника уже в статусе сильнейшей команды Беларуси. Из последнего матча чемпионата сделали шоу. Яркое световое и звуковое сопровождение – развлекательная программа для болельщиков. В белорусском женском гонболе такое увидишь редко. Атмосферу создали, и Гомелю оставалось только подтвердить свой чемпионский статус игрой. Однако здесь не получилось. Неприятности начались почти сразу. Для правой крайней Гомеля Кристины Охраменко на первых же минутах завершился не только этот матч, но и весь сезон в целом. Серьезная травма. К этому моменту хозяйки уступали минчанкам в счете. Нивелировать это отставание команде Тома Жичатора к финальной сирене так и не удалось. Поражение 29-32. Главком гомельской дружины игрой своих подопечных остался недоволен. Чемпионского характера перед родными трибунами они так и не продемонстрировали. Было очень тяжело, могу сказать, но не люблю, не люблю такие несерьезности, таких, как сегодня. И поэтому я им сказал, сегодня нужно подтвердить чемпионство и не испортить праздник. Люди, которые пришли и сам себе. Но не знаем, мне не испорчен праздник просто. Я не могу прославить чемпионство. Надеемся, что буду словить куб. Нужно отметить, что общую радость. Поражение, если и омрачило, то не очень сильно. Третье за последние четыре сезона чемпионства гомель отмечал вместе со своими болельщиками. После матча состоялась церемония награждения. Гонбалистки БМТУ получили серебряные награды. Чемпионский кубок и золотые медали вручили гомелю. В символическую сборную чемпионата попали сразу три новоявленные чемпионки. Это Наталья Котина, Виктория Шамановская и Екатерина Селицкая. Все у нас получилось так, как мы планировали. Но еще впереди кубок. Будем настраиваться на кубок. Конечно же, мы хотим его забрать, чтобы все награды были в этом сезоне у нас только. На этом противостояние между двумя непримиримыми соперниками БМТУ и Гомелем не завершается. 22 и 23 мая в нашем областном центре пройдет финал четырех кубка страны. В главном матче, скорее всего, встретятся именно эти команды. Гомельчанки обещают, что больше недонастроя не будет и трофей останется в Гомеле. В чемпионате Беларуси по мини-футболу все главные сражения еще впереди. Стартовала стадия плей-офф. Аршанский Витен на своем поле неожиданно был бит Борисовым 900. 2-3. Столица взяла верх над дорожником 7-2. Гомельские дружины своих болельщиков порадовали. ВРЗ, пропустив уже на первой минуте, далее отгрузил четыре мяча в ворота столичной охраны «Динамо». У БЧ соперник был куда более грозный, элит-сельмаш, однако команда Дмитрия Камека сумела совладать с обладателем Кубка Беларуси 7-4. Второй поединок серии до двух побед состоится 19 мая в Лиде. В этот же день ВРЗ в Минске сыграет с охраной «Динамо». Дорожник примет у себя столицу. А Борисов 900 дома попытается сотворить сенсацию и выбить из борьбы вторую команду регулярки «Оршанский Витен». На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.